МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Звонок на урок в Рязани начал работать телефон доверия для подростков. Беспринципный воришка, преступник под видом Комева и Жора, выкрал из дома пенсионерки все ее сбережения. Начнем с общеградских событий. Пожалуй, березанцев на несанкционированную торговлю вдоль жилых домов на улице Свободы мэр Рязани Олег Булеков дал поручение префекту Советского района разобраться с ситуацией. С тем же заданием мы обратились к нашему автору Наталье Новиковой. Заодно она выяснила, действительно ли жители района настолько не удовлетворены наличием стихийного рынка. Городские власти в очередной раз намерены упорядочить работу стихийного рынка около торгового городка. Жители окрестных домов не устраивают мусор и шум продавцов, отсутствие обустроенных торговых мест. Рынок по улице Свободы со стороны и впрямь – стихийная ярмарка. Несмотря на регулярные рейды сотрудников администрации и штрафные санкции за нарушение правил розничной торговли, продавцы продолжают устраивать торговые точки, ибо торговать здесь все же выгодно. А если уберут, расстроитесь? Конечно, расстроимся. У меня пенсия маленькая, 8 тысяч. Всех загоняют в вонючие места. Вот когда вообще на Первомайке ходят. А вы на Первомайке хоть раз покупали, куда загоняют? Там дышать нечем, вонят на. А тут свежо, хорошо и все видно. Здесь очень удобно. Проходит, народ проходит. Очень удобно тут. А часто покупают? А? Часто покупают? Да. Покупатели давно привыкли к такому соседству и видят в нем в основном все же положительные моменты. Да и прохожим торговые ряды не мешают. Скажи, пожалуйста, вот когда здесь хочешь, не мешает тебе вот этот рынок? Да нет. А покупаешь что-нибудь здесь? Нет, не обращаю внимания просто. Не мешает вот этот рынок? Нет. А вот говорят, что хотят его убрать. Что думаешь по этому поводу? Ну, я считаю, людям все равно нужно где-то что-то купить. Нет, с работы идут, все тут покупают. И мне не мешают. А вот то, что хотят его убрать, расстроитесь по этому поводу? Да не сами, не мешают я здесь хожу на автобус. Да нормально. А сами покупаете здесь что-нибудь? Да. А если его вот отсюда уберут, расстроитесь? Плохо будет. Почему? Ну, а где еще покупать-то? Для нас это очень хорошо. Вот мы купим, чего нам нужно-то. Тут нам устраивает нас. То есть он вам не мешает? Нет, нет, нет. А часто покупаете здесь? Да, каждый день. Удобно? Удобно. Очень даже. Конечно, от стихийного рынка остается много грязи. А в то время, пока идут войны с незаконной торговлей и желанием продавцов продать побольше, а значит и заработать, на глазах разрушаются торговые павильоны. А ведь наверняка им стоит просто привести площадь в порядок, и всем найдется законное место. В конце минувшей недели на базе оздоровительного комплекса «Звездный» в шестой раз прошел межрегиональный образовательный лагерь-семинар «Набирая высоту». Участниками образовательной площадки стали инициативные молодые люди с активной гражданской позицией из Рязанской, Брянской, Тульской, Московской и других областей Центрального федерального округа, а также представители различных общественных организаций и волонтерских корпусов. В торжественном открытии межрегионального лагеря-семинара «Набирая высоту-6» принял участие глава администрации Рязани Олег Булеков. В формате «Вопрос-ответ» состоялась встреча с заместителем председателя правительства Рязанской области Еленой Буняшиной. Она рассказала о своей деятельности и ответила на вопросы участников лагеря. Также перед ребятами выступил член Общественной палаты Российской Федерации Павел Сычев. Кроме того, участники лагеря смогли познакомиться с особенностями работы рязанских средств массовой информации. Ребята узнали базовые принципы работы телевизионных СМИ, основы написания статей для печатных и интернет-изданий. Вместе с тем, участники лагеря-семинара «Набирая высоту-6» смогли познакомиться с текущими проектами, которые сегодня успешно реализуются молодогвардейцами. В рамках лагеря-семинара были также подготовлены различные развлекательные мероприятия – квесты, спортивные состязания, тренинги по ораторскому искусству и актерскому мастерству. Я посмотрел вашу программу, она действительно будет очень насыщена. И считаю, что правильно, вот такие площадки должны создаваться больше. Почему? Потому что именно в игровой форме даже любые самые сложные какие-то вопросы обсуждаются, в игровой форме они всегда воспринимаются лучше. Тем более, что, вы знаете, посмотрел на название сегодняшнего вашего лагеря, посмотрел на то место, где вы проводите, и очень много совпадений. Набирай высоту, лагерь звездный. Да и собрались тут звезды лучше из лучших. Поэтому я думаю, что все у вас получится. К другим новостям. В Рязанской школе номер 14 сегодня прошел открытый урок, на которых ученикам седьмых классов рассказали о том, почему закон нарушать нельзя, и разъяснили, какую ответственность они понесут в случае совершения правонарушений. Подобные мероприятия направлены на профилактику безнадзорности и сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. Подробнее в сюжете Ольги Харламовой. Нередко подростки, совершившие правонарушения, не осознают до конца, что именно они сделали. И порой даже не догадываются, какую ответственность им придется нести за их поступки. Но, как говорится, незнание не освобождает от наказания. Для того, чтобы таких случаев было как можно меньше, в октябре и ноябре этого года будет проходить акция «Да, телефону доверия нет правонарушения». Ученикам седьмых-десятых классов школ нашего города объяснят, какие виды правонарушений существуют, какая ответственность за это предусмотрена и в каких случаях придется заплатить штраф. Сегодня такой открытый урок провели для семиклассников 14-й школы. За две недели акции мы посетили уже 20 школ и около 2000 школьников стали участниками подобных мероприятий. Акция подготовлена аппаратом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, комплексным центром социального обслуживания «Семья» и управлением образованием и молодежной политики. В ходе акции мы проводим две беседы, показываем две презентации ребятам, отвечаем на все вопросы, которые возникли у нас по ходу этого мероприятия и раздаем специальные брошюры, буклеты и другие раздаточные материалы. Конечно, кризис бывает не только у взрослых, но и у детей, особенно в подростковом возрасте. Порой они не знают, как поступить в той или иной ситуации, какое решение принять, а может быть, даже им просто выговориться некому. Страшно, что друзья и близкие будут осуждать, а ведь ребятам хочется, чтобы их принимали такими, какие они есть, выслушали и поддержали. Для этого существует круглосуточный детский телефон доверия. Его номер 8 800 2122. И сегодня ребятам объяснили, что это такое и для чего он нужен. Вообще, сами ученики считают, что такие лекции полезны и могут помочь им в жизни. Они помогают нам почувствовать нашу важность и возможности ребёнка позвонить и поговорить о взрослых вещах с другим человеком. В любых трудных жизненных ситуациях воспользоваться телефоном доверия не будет считаться слабостью со стороны человека. Мне кажется, эта лекция была очень полезной, потому что благодаря этой лекции мы ещё раз задумываемся о нашей ответственности. И к тому же я узнала про телефон доверия, и я думаю, что когда-нибудь он мне всё-таки поможет. В принципе, всё довольно понятно объяснили, и мне она понравилась. Конечно же, я знала существование телефона доверия. Нам уже проводили подобную презентацию только на уровне класса. Но вот как-то повода не было обращаться, потому что, в принципе, живу я такой довольно хорошей жизнью. Но теперь, если что-то случится, я обязательно туда обращусь. Так что такие акции весьма полезны, ведь свои права и обязанности должен знать каждый ребёнок. Сотрудники отдела полиции номер 4 по обслуживанию московского района раскрыли кражу сбережений 83-летней пенсионерки. Злоумышленник под видом коми-вояжора проник к ней в квартиру, а затем отвлёк внимание пожилой женщины и похитил 30 тысяч рублей. Подозреваемого задержали. Полицейские тщательно осмотрели квартиру пенсионерки, но следов взлома не обнаружили. Однако в ходе беседы с пострадавшей выяснилось, что накануне к ней заходил коми-вояжор, предлагавший универсальный лечебный прибор. Ранее пенсионерка уже приобретала у этого мужчины аналогичный чудо-аппарат почти за 11 тысяч рублей. Теперь мужчина предлагал новейший столичный прибор, который эффективно заряжает воду. Пенсионерка отказалась, мол, и старый пока неплохо работает. Выяснилось, что в ходе беседы с коми-вояжором пожилая женщина случайно показала ему место, где хранила сбережения. Перед уходом посетитель попросил стакан воды. Хозяйка принесла ему из кухни воду, незваный гость выпил ее и откланялся. Сотрудники полиции предположили, что именно этот человек причастен к хищению денег. Опросив пострадавшую, полицейские составили словесный фотопортрет подозреваемый. По этому описанию сотрудники уголовного розыска узнали 30-летнего рязанца, который ранее уже был судим за аналогичную кражу. Вскоре оперативники разыскали и задержали злоумышленника. Проверяется причастность подозреваемого к другим похожим преступлениям. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В МВД России по Рязанской области напоминает, что только бдительность и внимание может помочь вам не стать жертвой злоумышленников, мошенников или похитителей. Запомните, если социальный работник, контролеры службы газа, слесари, электрики и представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться. Мошенники и похитители часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформы и инструменты мало о чем говорят. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте его документы или спросите, в какой именно организации он работает. До того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направлялся ли оттуда специалист. Не стесняйтесь проверять документы незваных визитеров. Ваша безопасность и сохранность имущества напрямую зависят от вашей же осмотрительности. Световой день сократился. Стоит отметить, что большое количество аварий происходит в темное время суток. Автополицейские сообщают о дорожных происшествиях, в которых погибли люди. В пятницу 16 октября в Шиловском районе на 261-м километре автодороги М5 «Урал» произошла страшная авария. 29-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Ниссан Тиан», выполняя обгон, выехал при этом на полосу встречного движения. В результате этого маневра произошло столкновение с грузовым автомобилем «Рено Премиум», которым управлял 36-летний гражданин Республики Казахстан. После столкновения автомобиль «Рено Премиум» столкнулся еще с четырьмя автомобилями – «Фольксваген Пассат», «Вольво», «Рено Логан» и «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ниссан» скончался от полученных травм на месте происшествия. Медицинская помощь была оказана водителю автомобиля «Рено Премиум» и двум пассажирам «Ниссана». За прошедшие же сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых трое погибли и восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Так, 19 октября в 20 часов 40 минут в Скопинском районе на 293-м километре автодороги М6 «Каспий» житель Костромской области, управляя автомобилем ВАЗ-2104, совершил наезд на настоящий грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом под управлением жителя Астрахани. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2104 и его пассажир, ехавший на переднем сидении, скончался на месте происшествия. Для оказания помощи в медицинском учреждении был доставлен пассажир, ехавший на заднем сидении легкового автомобиля. Госавтоинспекция напоминает о том, что управление автомобилем в ночное время требует от водителя особого внимания к окружающей дорожной обстановке. При этом следует грамотно выбирать скорость, которая позволит при возникновении опасности быстро среагировать и снизить ее вплоть до полной остановки. Кроме того, Госавтоинспекция предупреждает, что управление автомобилем в утомленном состоянии ставит под угрозу безопасность движения. Далее смотрите ставший уже традиционным повторником сюжет о погоде от Натальи Новиковой. Что ждет горожан на этой неделе? Порадует ли нас солнышко или прольются дожди? В этом октябре в Центр России зачастили антициклоны. Поэтому жителям нашего региона удалось прочувствовать пор золотой осени. Восхититься красотой расцветающих красками осени парков и лесов. Погода была сухой и часто солнечной. Прошедший в понедельник дождик погоды не сделал. А вслед за холодным фронтом, который принес небольшие осадки, снова прибывает антициклон со Скандинавией. В первой половине недели под влиянием скандинавского антициклона установится сухая прохладная погода. Ночные морозы усилятся до минус 1-6 градусов. Дневной прогрев сократится до 2-7 градусов тепла. В ночные и утренние часы местами возможен туман. 23, 24 и 25 октября ожидается влияние североатлантического циклона. В зоне прохождения атмосферных фронтов не исключены осадки различной интенсивности. Преобладающая температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем 3-8 градусов тепла. Чувствуется, что зима не за горами, шапки и теплые шарфы более чем актуальны. Берегите себя, не простужайтесь, ну и конечно не забывайте, что в каждом времени года есть своя прелесть. На сегодня это все новости. Далее в эфире, как всегда, программа подробностей. День города прощается со зрителями до завтра. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова